Мы продолжаем и в этой серии мы опять возвращаемся к строкам. Затронем здесь два, на мой взгляд, важных аспекта. Это неизменяемость строк и форматирование строк. И раз мы знаем теперь, что такое переменные, для чего они нужны, то давайте я создам переменную a, скажем, и присвою ей значение hello. То есть, формально говоря, переменная a ссылается на объект типа string со значением hello. И я хочу напомнить, что когда интерпретатор Python читает наш код, то вместо имен переменных он подставляет те объекты, на которые эти переменные ссылаются. В нашем случае это будет в строках hello. Итак, я возьму и передам переменную a в качестве аргумента в функцию dir и получу все доступные нам атрибуты строкового типа. Окей, давайте воспользуемся теперь строковым методом upper, чтобы привести нашу строчку a к верхнему регистру. Вот я вижу, что у меня появилось hello в верхнем регистре. А теперь, внимание, вопрос. Чему равно a сейчас в данном случае? А в переменной a сейчас находится значение hello в нижнем регистре. Точно такое же, как и было до вызова метода upper. И это связано с тем, что строки в Python являются неизменяемым типом данных, immutable. А есть еще изменяемые типы данных, типы списков, словарей и так далее. То есть, в данном случае метод upper вернул нам новый строковый объект. И мы можем в этом убедиться. Давайте отступлю. Передам a в качестве аргумента в функцию id и получу id a. Того объекта, на который ссылается переменная a. Создам переменную b и присвою ей вот такое значение. То есть, у объекта a я вызвал метод upper. Он вернул нам новый строковый объект, который был записан в переменную b. И теперь я передам b в функцию id. И получу id того объекта, на который ссылается переменная b. И мы видим, что это разные объекты. 488 и 600. И вот эта особенность строк вынуждает нас каждый раз сохранять результат операции над строками в новую переменную. Вот как это мы сделали вот здесь. Можем посмотреть, чему равно у нас b. b у нас представляет строку в верхнем регистре, а a в нижнем. То есть, объект в a никуда не делся. Если вы считаете, что исходная строка нам не нужна, то можно переписать переменную a в данном случае новым значением. И делается это таким образом. a я присваиваю новое значение, обращаюсь опять-таки к объекту в a и вызываю метод upper. Вначале выполняется выражение справа от знака равно. Равно это знак присваивания, как вы помните. Вычислилось новое значение, создался новый объект, и ссылка на него была опять перезаписана в переменную a. Думаю, что с неизменяемостью строк мы немножечко разобрались. И раз у нас есть переменные, мы можем посмотреть на то, как можно строки форматировать. Можно сказать, что форматирование строк – это своего рода написание некоторого шаблона строки, который наполняется значениями нужных переменных. Это как с тем кредитным договором из серии про переменные. Договор, по сути, это одна большая строка, внутри которой в нужных местах были подставлены значения. И все. И форматирование строк можно выполнять с помощью двух способов. Первый способ – это метод format, строковый метод. Вы с ним будете сталкиваться довольно часто. И с помощью так называемой fString нотации. Так, и давайте теперь я создам, скажем, переменную name в качестве примера и присвою ей значение world. И теперь мне нужна шаблонная строка, в которую это значение переменной будет подставляться. Обзову ее s, и здесь в качестве значения будет hello, и я подставляю фигурные скобочки в строку. Окошечки такие. Фигурными скобочками я пометил место, в которое будет подставлено значение переменной. И теперь мне нужно результат операции над строками сохранить в какую-нибудь переменную. Скажем, назову переменную result, которая будет принимать следующее значение. Обращаюсь к объекту, к строке s, вызываю метод format, и в качестве аргумента я подставляю ту переменную, значение которой я хочу подставить в окошечко. И выведу на печать результат. print result. Исполняю скрипт. И вот мы видим, что значение переменной name, world, было подставлено вот в эти окошечки методом format. Если в метод format в качестве аргумента я передам другое значение, то оно точно таким же образом будет подставлено в строку шаблон. Например, вместо name я напишу там Олег, и получу строку hello, Олег. Я думаю, понятно, что вот подобная запись, она эквивалентна вот этой. У нас был hello со скобочками, format, и здесь было подставлено значение name. То есть я просто использовал переменную, потому что переменные делают наш код более универсальными, как мы знаем. Таких окошечек может быть на самом деле много. И можно вернуться к нашему примеру с фильмами. Здесь, скажем, будет название фильма Leon. В переменной name. И я создам еще одну переменную number, которая будет отвечать за хранение рейтинга. Предположим, что шаблонная строка, давайте сохраню ее, переменную pattern будет иметь вот такой вид. Раз окошечко. Дефис два окошечка. Результат. Обращаюсь к строке pattern. Format. И здесь я уже передаю два аргумента. Предположим, в первое окошечко я хочу подставить название фильма. Тогда это будет переменная name. Во второе окошечко я хочу подставить рейтинга. И вывожу на печать результат. И мы видим строку Leon100. Как вы понимаете, порядок передачи аргументов в метод формат имеет значение. Если я их поменяю местами, то изменится результат. Еще вариант использования. Окошечки для вставки вот эти вот. Можно как-нибудь назвать. И передать в метод формат именованные аргументы. Подробнее о них будем говорить. В следующий раз пока просто обозначу. У нас есть две переменные name и number. И предположим, окошечки я назову как-нибудь по-другому. Предположим, первое будет movie. А второе будет рейтинг. К ним пока можно относиться как к названиям этих окошечек. Если угодно. Но формально говоря, это тоже. Вот эти movie и рейтинг. Тоже названия переменных. Которые получают свое значение при передаче в метод формат именованных аргументов. Об этом опять тоже будет чуть попозже. Сейчас просто посмотрим, как это выполняется. Я обращаюсь к переменной pattern. Вызываю у нее метод формат. Потому что pattern это у нас объект строки. У которого есть соответствующий метод. И в него передаю значение моих переменных. Должен передать. Значение переменной name я присваиваю параметру movie. Movie равно. И теперь указываю name. И параметр рейтинг. В него я присваиваю значение number. Выполняю код. Я получаю тот же результат. Leon100. Я еще разок хочу напомнить, что когда интерпретатор Python читает наш код, то вместо имен переменных он подставляет соответствующие объекты. То есть вот это все, даже не вот это все, а вот эта запись равносильно вот этому. Movie стало, что там у нас было, Leon. А рейтинг стал соткой. То есть вот эта запись аналогично вот этой записи. Просто постарайтесь проследить логику. Здесь идет последовательное присваивание значений переменным. Здесь в первый раз. И здесь во второй раз. И теперь посмотрим на fstring нотацию. Она появилась в Python, начиная с версии 3.6 вместе с pep 498. Принципиально все то же самое. Только мы не вызываем метод format. Убираю вот это. Результат, наверное, еще понадобится. Я не вызываю метод format. Просто перед шаблонной строкой я ставлю букву f, которая показывает, что это fstring notation. f, видимо, сокращение от слова format. И затем просто в скобочках я указываю, какие значения, каких переменных нужно сюда поставить. Пусть это будет name сразу. И пусть это будет number. Не понравилось ему. Это как раз было связано с тем, что у меня Atom использует Python 3.5, а fstring нотация появилась в Python 3.6. И вот мы видим, что результат не изменился. Но мне пришлось сделать виртуальное окружение, потому что у меня по дефолту системной версией является Python 3.5. Я об этом забыл. Поэтому пусть вас не смущает появление папки здесь venv, это просто мое виртуальное окружение для этого проекта. Это наиболее распространенный способ использования f-строк. На самом деле эти строки в том числе позволяют выполнять арифметические операции внутри скобочек и выполнять различные выражения. Но, повторюсь, это самый распространенный способ, потому что, как правило, все вычисления любых значений выполняются несколько в других местах, где-нибудь здесь, потому что это увеличивает наглядность кода. А в строки, в итоговые строки, просто подставляются нужные значения, готовые нужные значения. Думаю, что со строками в связи с переменными мы на сегодня закончили. Следующее видео будет посвящено функциям.